В Кыргызстане продолжается неделя зеленой экономики. Круглые столы, мастер-классы, выставки, научные конференции. Запланировано 37 мероприятий в разных уголках страны. Информационная неделя для всех слоев общества, для гражданского, для частного, для бизнес-сообщества, для правительственных. Что такое изменение климата, что такое вообще зеленая экономика. И в рамках этой недели будет проводиться информационная кампания по всей стране. Зеленая экономика – достаточно молодое направление. Оно возникло в связи с тем катастрофическим состоянием, в котором сейчас находится природа. Зеленая экономика – это устойчивое развитие без разрушения планеты, загрязнение окружающей среды и выбросов в атмосферу продуктов сгорания. Кыргызская республика, как и многие постсоветские страны, поддержала мировой тренд устойчивого развития на принципах зеленой экономики. В стране подготовлена программа по внедрению этого направления. Она должна быть утверждена в ближайшее время. Концепция рассчитана на период с 2019 по 2023 год. Приоритетным направлением обозначены переход на экологически чистый транспорт, развитие безопасной промышленности и зеленое сельское хозяйство. Зеленое сельское хозяйство – это все механизмы, все технологии, которые направлены на уменьшение нагрузки на окружающую среду. Зеленое сельское хозяйство предполагает использование безопасных для человека и окружающей среды методов воздействия на природу. Речь идет об отказе от химикатов, применении только натурального биологического удобрения, щадящего в сделовании почвы. Для борьбы с вредителями и болезнями использование природных врагов, вредителей, например, энтомофагов, полезных микроорганизмов – это все разрабатывает научно и внедряется производство для применения дальше фермерами. Отдельный вопрос внедрения зеленой экономики в сельское хозяйство – отказ от экологически вредных видов субсидий. В нашей стране это прежде всего низкие тарифы на полив, из-за которых многие фермеры небережливо относятся к воде. В Государственном агентстве водных ресурсов считают гораздо разумнее перейти на капельное орошение, польза всем – и фермерам, и природе. Сейчас применяется в Чуевской области, частично на юге, но не в том большом углу, где капельное орошение предполагает уменьшение потерь. Увеличение урожайности – это подача воды в корневую систему именно в тот момент, когда идет его потребление в тех объемах, которые необходимы. Сейчас в Кыргызстане в пилотном режиме работает несколько фермерских хозяйств, построенных на принципах зеленой экономики. Их продукция поступает на отечественные и зарубежные рынки. В основном это ягоды, сушеные фрукты. В данный момент еще разработаются механизмы государственной поддержки органических фермеров, то есть их обеспечение льготными кредитованиями и государство через госзакупки покупать их продукты органические. Поддержка листых экосистем – еще одно важное направление в вопросе внедрения принципов зеленой экономики в сферу сельского хозяйства. Казалось бы, между этими отраслями мало чего общего, однако леса в нашей стране выполняют много функций. Самое главное из них – сбережение влаги в почве. Нашим лесам уделяется большое внимание. У нас в лесах Кыргызской республики не проводят сплошные рубки. У нас только проводятся выборочно-санитарные рубки и рубки улучшения в лесных культурах, которые были созданы ранее. Согласно правительственной программе, мы ежегодно высаживаем более полторы тысячи гектаров лесных культур, выращиваем в среднем год по плану у нас 16 миллионов, мы перевыполняем где-то 18-20 миллионов саженцев мы выращиваем. Если в ближайшее время Кыргызстан не перейдет к внедрению принципов зеленой экономики в сельское хозяйство, то эта сфера начнет нести убытки, а именно снизится урожайность, сократится площадь плодородных земель, а загрязнение почвы приобретет катастрофический характер. При переходе же на зеленую экономику страна получит безопасные продукты питания, хорошую экологию и здоровое население. Екатерина Токамбаева, Кинжибек Максатулу, Пирамида.